Ядреная тема сегодня мы изучим, ядреную тему изучим сегодня, это нужна ли России или возможно России в следующем 2020 году революция? Или какая-то смена политического режима? Или какая-нибудь новая болотная? Чем закончится то жаркое противостояние оппозиции и власти, которое началось этим летом в следующем году? Тема нашей передачи у нас в студии Валерий Дмитриевич Соловей, доктор исторических наук, политолог. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Мордан, публицист, ведущий Радио КП и автор многих гремучих и громких колонок у нас на сайте kp.ru. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Первый вопрос, он очень простой. Сможет ли условный Навальный, сможет ли условная оппозиция уж так раскачать уличную лодку в Москве или в других городах, что это станет проблемой для власти и каким-то обнадеживающим фактором для тех, кто ждет перемен в стране? Ну, вопрос с большевистской прямотой сформулирован. Ответ я тоже дам с большевистской прямотой, но все-таки с некоторой долей иезуитства. Дело в том, что никогда в истории России оппозиция не была в состоянии самой спровоцировать политический кризис. Она могла воспользоваться только кризисом, который провоцировала власть. Вот вы начали с того, что упомянули, жаркое лето в Москве. Кризис был кем спровоцирован? Кризис был спровоцирован действиями городских властей. Оппозиция воспользовалась или, скажем так, общество отреагировало, проявило свое недовольство. Это был локальный кризис, но он, с моей точки зрения, прекрасная модель того, как может развиваться общенациональный кризис. И в следующем году, с моей точки зрения, власть даст поводы для такого общенационального недовольства. Они могут быть вызваны двумя обстоятельствами. Первое – это вероятным военным конфликтом на северо-западе, на северо-западных рубежах Российской Федерации. Одна возможность, вторая возможность – это во второй половине года изменение Конституции. И реакция может оказаться очень сильной со стороны общества, как в первом случае, так и во втором случае. В первом случае, пожалуйста, подробнее. Что там может случиться в военном? Военный конфликт со странами Балтии, входящими в НАТО. Я не говорю, не хочу сказать, что он запрограммирован, что он неизбежен, но эта вероятность, вот сейчас, она совершенно точно не нулевая. Она не гипотетическая. И этот военный конфликт бы в свою орбиту втянул совершенно точно и Белоруссию, и Украину. Все речь идет о довольно масштабном событии. И реакция общества, в отличие, скажем, от реакции на, как назвал это Путин, возвращение Крыма в родную гавань, была бы совершенно не такой, как весной 2014 года. Сергей? Это был Валерий Дмитриевич Соловей, я напоминаю. И Мардан, пожалуйста. Отличная провокация, отличный наброс по поводу оккупации Прибалтики. Только два комментария. Первое. На северо-западе нет достаточных военных сил для этого. В отличие, скажем, от накопленных военных сил в Ростовской области, на границе с Украиной, где, в общем, развернута целая танковая армия. Так, на минуточку. Второе. В Прибалтике в зоне прямого военного столкновения находятся американские и английские военносурищи. Что, в общем, как бы, на мой взгляд, исключает вероятность прямого военного столкновения. То есть, если до нее не дошло в Сирии, то как бы создавать ее на ровном месте в Прибалтике, я не понимаю. Третье соображение, главное. А если Крым, если события на Украине, там, с моей точки зрения, на 100%, целиком и полностью соответствуют национальным интересам России, там, и я Украину считаю отторгнутой территорией от большой исторической России, и считаю, что Россия в своем праве делать там все, что она считает необходимым, то Прибалтика – это не то, что отрезанный ломоть. Прибалтика находится вообще вне русского сознания. Ее нету как будто бы. Ну, поскольку там это же, в общем, не более чем повод, который мы обсуждаем. Совершенно верно. Вы говорите с ним при России. Говорят совсем не об этом. И я, наверное, как и все прочие, на него купился и сразу стал с вами спорить. Коротко скажу теперь о главном. Нужна ли революция? Однозначно нет, конечно же. Категорически нет. Может ли революцию спровоцировать власть? Как всегда, да. В этом смысле я с вами согласен. То есть, без деятельного участия некомпетентных чиновников, без дураков революции в России не получаются. Может ли двигателем революции быть условный Навальный? Нет. То есть, для меня они политические акционисты. То есть, прибить свои яйца гвоздём Красной площади, они могут, выведя тысячу человек, сделать что-либо системное и серьёзное. Нет, они импотенты. Идеологически, прежде всего, они импотенты. Примерно так же думали про Ленина, который расшивался в Швейцарии в 17-м году. Если она провоцирует политический кризис, то импотентна она. А в соревновании двух условных импотентов выигрывает тот, у кого больше драйва, азарта и, что очень важно, кому нечего терять. А вот оппозиции как раз получают в такой ситуации терять нечего, зато приобрести она может всё. Теперь по поводу самого теиса о том, что революция желательна и нежелательна, вообще вопрос так ставить нельзя. Конечно. Да, даже там, исходя из марксистско-лининского. Кто нас просит, как известно, естественно. Я бы чуть-чуть его просто развернул иначе. Если происходит политический кризис, если он носит общенациональный характер, а мы с вами обсуждаем гипотетический общенациональный кризис, из него есть, как правило, два выхода из любого кризиса. Ну, даже три. Первое, это он каким-то образом локализуется, сохраняется статус-кво с небольшой модификацией. Второе, проводится масштабная реформа, эволюционный путь. И третий путь разрешения – это революция. Конечно, при всех прочих реформа, хотя я принадлежу к оппозиции, она всегда лучшая революция. Хотя бывают такие масштабные реформы, которые равносильны революции по своей глубине и по своим последствиям. Давайте послушаем Глеба Павловского, президента фонда эффективной политики, которая специально для комсомолки, высказался так. Кстати, Павловского мы еще много раз услышим в течение нашей беседы. Насчет, возможно ли революция, он сказал в следующем раз. А революционная ситуация предполагает революцию? Иногда революционная ситуация разряжается без революции. Но, вообще-то говоря, она предполагает модель революции. А это не та модель, я думаю, которой нам надо опасаться. Революция ведь это вообще довольно загадочный феномен. Если речь идет именно о революции, это спонтанный взрыв всех проблем. Условно говоря, переход повестки страны, которая долго не решается, в тектоническую форму. И там уже этим никто не может управлять. Кто-то может выжить, кто-то может преуспеть. Есть даже выражение, что революция – это 100 тысяч новых вакансий. То есть, кто-то займет места, но, вообще-то говоря, управления революцией не бывает, как и, на самом деле, подготовка революции – вещь невозможная. Поэтому, я думаю, что нам надо говорить об опасных ситуациях, об угрожающих ситуациях, о стратегических вызовах. Более полезно, чем революция. Теперь я процителю Валерию Соловья, который заметил, что одно ясно – власть, Единая Россия, скоро придет конец. Это я цитирую. Вот только масштабы кризиса таковы, что становится непонятно, станет ли катализатором изменений гражданская война, во время которой текущий режим будет сверкнуть, заговор элит или же добровольный уход правящей верхушки на покой. Неужели все вот это счастье или несчастье произойдет так близко по времени, 2020-2021 год? Да, оно произойдет в 2020-2021 году. Совершенно очевидно для меня лично. В 2020 году начнется, в 2021 году завершится. И в конце 2021 года мы с вами будем иметь совершенно иной политический ландшафт в Российской Федерации. Не исключаешь еще что до думских выборов или самое позднее, одновременно с ними. А какие признаки предреволюционной ситуации вы видите сейчас? Я вижу довольно, если давайте все-таки не предреволюционной, а кризисной ситуации. Я в данном случае сошлюсь на известную киноцитату. Помните, разрухи, начинающиеся в головах. И на самом деле все изменения социальной политики начинаются в головах. И когда мы узнаем о том, что 60% людей в стране хотят кардинальных перемен, а 30% о том, что хотели бы перемен косметических, мы понимаем, что подавляющее большинство желает перемен. Могу сказать, что желание перемен сейчас в России сопоставимо с тем, которое было в 90-91 годах. Сейчас оно даже выше. Я не вижу этой статистики. То есть, как бы мне с ней было бы глупо полемизировать. То есть, то, что желание перемен в жирном, сытом московском обществе объективно есть, да, конечно, оно есть. Тут тезис более гремучий. Скоро все рухнет. На счет рухнет, нет. У меня нет амбиции историка, но вот даже с точки, там, с позиции дилетант, которая закончила журфак МГУ, я не вижу, в общем, никаких признаков, ну, вот хоть режьте у меня там политического кризиса. Да, я понимаю, что политическая система ригидна. Это угроза. То есть, я считаю, что вертикаль власти всегда хуже, чем пирамида власти. То есть, вот советская власть там была неэффективна. Ну, я политическую систему имею в виду. Но это была система, которая сама себя воспроизводила. И если бы Политбюро Горбачев и его соратники не оказались, там, некомпетентными, глупыми людьми, ее можно было реформировать. Из этого кризиса можно было в конце 80-х выйти. Вот сейчас нет пирамиды, нет системы. Я в этом вижу главную угрозу для России. Потому что, ну, начиная вот от этой бесконечной череды так называемых молодых технократов, которых там ставят на регионы, они жизни не видели, они ничего в жизни не делали, они не могут руководить ничем. То есть, показывает, что эта система не работает. Но, тем не менее, российское общество, там, российская экономика себя худо-бедно как-то воспроизводит. Рост маленький, но есть. Кризисы пережили? Прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами. Градит ли Россия? Здесь мы спорим насчет слов. Революция, потрясение, смена власти. В следующем году тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Дмитриевич Соловей, доктор политических и исторических наукополитолог. И Сергей Маркардан, публицист, ведущий радио Комсомольской правды. В принципе, говорят о том, что предреволюционная ситуация была видна уже в августе этого года, когда из ниоткуда вдруг появляется протест, сильно изумивший администрацию президента и лично Собянина. Вроде рядовые выборы в Мосгордуму и так далее. Этой весной силами Навальными возможно повторение подобных вещей. Хотя, с другой стороны, скептики говорят, что подавили так жестко правоохранительные органы демонстратов и получили такие сроки демонстранты, что в следующий раз люди просто не выйдут. Как вы считаете, возможно ли уличные дела в Москве, помятуя о том, какие сроки давали участники предыдущих событий? Да, вполне возможно. Я не вижу никаких причин для того, чтобы это не произошло. Пойти получить еще трошечку. Для этого должен быть другой повод и даже другая причина. Очень основательно. Это первое. Второе. У меня нет сомнений, что в следующих протестах взаимное ожесточение сторон вырастет. И если, условно, сторона, выступающая против власти, давайте назовем ее оппозиционной, увидит то, что она находится в количественном большинстве, и в количественном большинстве появятся хотя бы какие-то зародыши организованности. Это не факт. Но даже количество и большинство людей стимулирует вести себя иначе. Потому что толпа – это не совокупность индивидов. Толпа – это нечто, обладающее самостоятельным качеством. И главное там – это драйв, который начинают людьми двигать. Поэтому это вполне возможно. Несмотря ни на все репрессалии, которые были применены. А если представить себе Россию как единый организм, как человека, для него подобные процессы идут на пользу или нет? Конечно, нет. Это зависит. История России говорит о том, что это идет исключительно во вред. Есть два варианта. Первый. Больной перед смертью потел. Может получиться так, что это потение. А может быть, это кризис, который приведет к обновлению организма, который борется. Но ужас весь в том, что наперед, наперед вы этого не знаете. И если вы хотите чего-то добиться, вы должны в этом кризисе участвовать. Неважно, на стороне оппозиции или на стороне власти. У нас же проблема в чем? Когда мы смотрим социологию о том, что столько процентов поддерживает того, допустим, Путина, эти люди никогда не будут участвовать в политическом конфликте. Они поддерживают пассивно. А вот те, кто против, они готовы к активному участию. Как, скажем, было в 1991 году. Мы же помним прекрасно результаты мартовского референдума 1991 года. Большинство подавляющее в Российской Федерации за сохранение Советского Союза. Но исход событий в кризисе предопределяет меньшинство, социально активное и политически, и плюс паралич или нежелание власти как-либо реагировать. Ну, я бы сказал бы вторая часть, коротко про 1991 год, поскольку вот прямо сейчас занимаюсь этим периодом. В 1991 году, точнее с 1989 по 1991 год, полное отсутствие централизованной власти в СССР. Горбачев просто отдал страну мерзавцам и грабителям, Ельцину и всем остальным. Не будем сейчас тратить на это время. То есть я в этом смысле гораздо более позитивно оцениваю революцию 1917 года, там про которую Путин говорит, что это тоже очередная геополитическая катастрофа. Нет, вот это вот как раз тот случай спасения большой исторической России, которая распалась по результатам империи, по результатам войны. И большевики этой империи дали второй шанс, цивилизационный второй шанс. 1991 год, это безусловно была катастрофа для большой России. То есть мы до сих пор в состоянии катастрофы находимся. Еще одну катастрофу спустя 30 лет мы точно просто не переживем. Я единственное надеюсь и молюсь на то, что режим силовики будут беспощадны. И будут не трешечки давать десяти хипстерам, которые бросили пластмассовым стулом, а в случае чего будут стрелять из танковых пулеметов. Валерий сейчас нехорошо заулыбался, я дам вам слово. Но вот я хочу поделиться своим опытом. Я каждую неделю веду передачи, связанные с гражданским обществом. И общее место, когда мне звонят люди и рассказывают о своих проблемах, городских, мелких, и говорят, это невозможно решить. Чиновники ничего не решают, губернатор ничего не решает. Это паралич управления. Суд пойдет, ничего не решает. Это паралич управления. Неправда, неправда это неправда. И когда мы думаем о вариантах, почему-то у людей... Они спрашивают, а что делать? Они говорят, ну что, революция? И это, говорит, двое из пятерых. Володь, на радио звонят сумасшедшие. Ну, ты-то это понимаешь? На радио можно посмотреть только сумасшедшие. Не очень хорошая версия для наших слушателей. Нормально, пусть не верно. Да, чего что-то скрывать-то. Сергей, нет, не только сумасшедшие. Опять же, социология нам в помощь. Вот, допустим, сейчас, осенью, 13-14% говорили о том, опрошено, что главное препятствие на пути перемены – это государство, это власть. Действующая власть. Она не хочет перемен. Могу с уверенностью сказать, через год таких людей будет 60-70%. Через год. Это минимум, а, скорее всего, раньше. И это означает, что массовый и масштабный политический конфликт запрограммирован. Это первое. Второе. Что касается силовиков, они же такие люди, какие мы с вами. И вы можете показать им идею, ради которой им стоит умирать? Коммунизм? Верность Родине? Хорошая пенсия. За что? За что? В 93-м году привезли чемоданы на личности, раздали командирам танковых экипажей и стреляли по парламенту. Всего-навсего. С одно добавлением. Во-первых, нашли всего один танковый батальон. Этого достаточно. Для Москвы достаточно трёх танков. В то время не было онлайн-трансляции, в то время не было массы людей. И как только вы узнаёте о том, что любое ваше действие в режиме реального времени прослеживается, а вы думаете о будущем. Зачем вам деньги мёртвому? Зачем вам деньги, если вас подвернута строки? Омоновцев вычисляли же, те, которые били. Прекратите сами себя пугать. Они удаляли свои аккаунты из Фейсбука. Значит, 93-й год. Транслировался СНН в прямом эфире. То есть, я это видел своими глазами, как выкатывались танки на набережную, стреляли по окнам. Ну, мы не знали, кто сидел в танках. А потом, зачем стрелять из танков? Так я аплодировал. То есть, я человек, который ненавидел Ельцина в 93-м точно. Я понимал, что революцию любую нужно подавить любой кровью. Сергей, я вас разочарую. И в этот раз оппозиция выиграет. Это совершенно точно. Кто? Но кто? Оппозиция – это кто? Это будут новые люди. Это люди, которых вы еще не знаете. А что будет дальше? Даже если представить, что вы правы. А вот это ключевой вопрос. Вот это ключевой вопрос. Я с вами абсолютно согласен. Но еще раз повторю. Кризис – это всегда непредсказуемость. Вот в исторической социологии есть параксиум. Одна из них. Мы можем предсказать наступление кризиса, но мы не можем предсказать его динамику внутреннюю, то есть развитие. И его результаты. Если вы хотите повлиять на результаты кризиса, вы должны в нем участвовать. Это единственный способ добиться того, чего вы хотите. Или наоборот, как говорит Сергей, не добиться того, чего хотят участники кризиса. А я уже могу прогнозировать, что будет дальше. Смотрите. Власть уходит. Приходят другие люди. То есть, создание 100 тысяч вакансий для точно таких же персонажей. То есть, они просто будут те же самые люди, такие же вороватые. Они просто сменят вывеску. А почему те же самые? Слушайте, неужели у нас в России нет честных, не ворующих людей? Вы прекрасно знаете, что даже среди нынешних чиновников, о которых мы не очень хорошо отзываемся, масса людей, которые довольно эффективны и уж точно лично честны. Вот я знаю таких. И там и на уровне замминистров, по крайней мере, знаю. И на уровне губернаторов знаю. Вы увидели, что система им не дает реализовать свой потенциал. Это серьезная проблема. Мне очень показалось интересные слова Сергея Мордана о том, что, в общем-то, противоядие очень простое. Полицейская дубинка. Закатать в асфальт, как на тянь-ай-мынь. И такая проблема будет сразу решена. Я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Какая проблема? Власть станет эффективнее, Сергей. Нет, власть от этого эффективнее точно не станет. Я исхожу из того, что любая попытка силового решения политического и экономического кризиса, учитывая просто анамнез России последних 100 лет, этот кризис должен решаться железом и кровью. Чего бы это ни стоило. И любой режим, тот, который есть или тот, который будет, получит для этого всенародную поддержку. Не потому, что Соловьев каждый вечер в прямом эфире по 4 часа что-то вещает, а потому, что таков исторический анамнез России. Сергей, всё изменится на этот раз в сторону противоположной стороны. И более того... Кто такая противоположная сторона? Вы мне объясните. Это кто? Слушайте, мы же и власть тоже идентифицируем как некую анонимную. Мы говорим «они» и «мы». Это дихотомия такая. Нет, совсем не так. Я могу сказать, что не будут приняты те решения, за которые вы бы ратовали, за которые в своё время ратовал, допустим, господин Проканов. Они не будут приняты. По очень простой причине. Потому, что как только вы отдаёте приказ, подчинённый вам говорит в письменном виде приказ. Мне нужен приказ. Итальянская забастовка. В России приказ в письменном виде вы когда-нибудь получите. Это нынешний, это не Борис Николаевич. А давайте представим, что это случится, и будет маленький тянь мынь где-нибудь около болота. И проблема решится? То есть, вот закатают они в асфальт. Посадят ещё на 10-20 лет каждого. Да, конечно. То есть, будем считать так. Эти люди принесут свою жертву. После чего, не знаю, госсовет или кто-то сядет и скажет, ну да, что-то надо менять, потому что, в общем, дальше так жить нельзя. И начнут аккуратную, тихую реформу, как была в Китае после Тинанмыня. То есть, сначала они закатали в асфальт эти несколько тысяч студентов, а после этого продолжили реформы Дэн Сяутина. Кстати, это немножко напоминает 1995 год, когда после этой революции, не сильно удавшейся, появился Столыпин. Столыпинские реформы, которые стали как бы эхом вот этих выступлений. То есть, вы... Отчасти. Я сейчас угадываю. Нет, ну не совсем так. Ну, слушай, ну там кризис был совершенно другого масштаба. Ну, понятно, конечно. То есть, там самодержит всероссийский, который даже после 905 года не был готов поступиться своей самодержавной властью. Да, как бы создали парламент, там реформы экономические, политические, но, в принципе, все осталось при своих. Не было... То есть, эта задача не была решена. Сейчас-то нет этого. То есть, мы о чем говорим? Вы говорите, что как бы есть мы и они. Я рассуждаю так же. То есть, я себя идентифицирую с теми, что мы, и есть условные они. Но они это кто? Есть вертикаль, на вершине которой стоит Путин. Я, правда, там, как угодно меня можно называть, считаю, что Путин это был самый оптимальный из возможных вариантов, который мог случиться с Россией в конце 99-го года. Но кто-то должен прийти ему на смену. Меня это беспокоит. Вот как раз момент трансфера меня беспокоит. Это кто? Вот из его окружения? Лично я не вижу никого. Кто бы меня устроил из его окружения? А главная система я не вижу. Самое интригующее в ваших словах слово было. Мы продолжим эту тему через некоторое время. Оставайтесь с нами. Услышимся через пару минут. Итак, препарируем возможный русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Напоминаю, что у нас в студии Валерий Соловей, дотроисторических наук и политолог. И Сергей Мардан, публицист, ведущий радио КП. А вот эту часть я хочу начать со слов Глеба Павловского, президента фонда эффективной политики, который на мой вопрос. А почему бунтует только жирная, по мнению наших регионов, Москва? Почему дети элиты выходят на площадь для того, чтобы получить и сроки, и дубинками по голове? От представителей, кстати, другой элиты, которая решает, бить сегодня оппозиционеров или нет. Почему бедная провинция молчит, а Москва бунтует? В такой стране, как Россия, недовольство не бывает размазано тонким слоем по всей стране. Страна разная. В ней есть богатый регион. В ней есть Москва. Между прочим, очень интересно в докладе про запрос на перемены. Там мельком говорится, что, как ни странно, этот запрос на перемены в этой самой бунтующей протестной Москве меньше, чем во многих городах-миллионниках. И он примерно похож на запрос спокойных регионов. Это можно по-разному объяснять московским бессознательным, например, потому что наше бессознательное ощущает, что мы в привилегированном положении здесь находимся. И не очень хочет с ним расставаться. И здесь тоже нет равенства. Важно ведь не в том, чтобы запугивать себя бесконечно какой-то страшной революцией, бунтом бессмысленным и беспощадным. Хотя в России есть места, где возможен все еще. И такой бунт тоже. Просто потому, что они очень запущены. Это вообще ложная тема. Отношение богатых и бедных. Очень многие революции сверху, а в России почти все, начинались сверху, а не снизу. Это был Лея Павловский, президент фонда эффективной политики. И напоминаю, что у нас в студии Валерий Соловей и Сергей Мардан. Валерий, прошу. Не могу согласиться с тем, что протест локализован только в Москве. Наоборот, статистика сейчас, полевые наблюдения показывают, что он распространился именно тонким слоем по всей России. У нас протестная активность в этом году, особенно в последнем квартале года, самая высокая с 2012 года. И она просто растет стремительно. Другое дело, что мы часто не видим того, что происходит в провинции в силу москвоцентричности, честно говоря, нашего сознания, но живущих в Москве во-вторых, в силу того, что СМИ и даже социальные сети, они не доносят. Теперь, что касается молодежного характера протеста, он не молодежный. Просто молодежь оказалась заметна летом. Но на самом деле исследования показывают, что доля молодых людей до 35 лет не превышала 30 или 35%. То есть, на самом деле... Такой сад с дем, чистой воды. На самом деле, все-таки люди старшего возраста составили костяк. Но молодежь более заметна. Причем могу сказать, что молодежь в России вообще менее вовлечена в политику, чем в других европейских странах. Она не столь политически активна. Если говорить об общей причине, которая, с моей точки зрения, ее вовлекает, я как бывший преподаватель вижу, у них ограничены возможности вертикальной мобильности. Вот в нулевые годы, в начале этого десятилетия было сделать карьеру гораздо проще. Можно было расти, был высший уровень доходов, естественно. И тогда они, как это, кстати, было после китайского Тянанмэнь, когда активность была направлена в социоэкономическую сферу, в бизнес. И тогда молодежь ориентировалась туда. Помните, единственное тогда было молодежное, может быть, протестное, ну, контркультурное течение, очень интенсивно. Это нацелла большевистская партия. За этим исключением молодые люди занимались бизнесом, шли на госслужбу. Система была открыта. Сейчас система зашлакована, забита тромбами. То есть, социальные люди не работают? Не работают. Они действительно не работают. И это помимо моральной стороны, помимо возрастного темперамента, который естественен, создаёт ещё очень серьёзную социальную подоплёку для их участия в конфликте. Но в целом их участие далеко не столь значительное, как у нас пытаются представить. У нас вообще демографический провал. Поэтому объективно они никогда не смогут сыграть ключевую роль. Сергей, когда я еду в регионы, я часто путешествую по ним, там немножко по-другому говорят. А там говорят, да вы там с ума посходили в Москве, вам делать там нечего. Вот я плохо живу, я лучше возьму вторую и третью работу и буду вкалывать. А вы там чудики, вас только показывают, вас ещё больше бить надо. Да, да, в этом смысле есть глубинный русский народ. Я и говорю, что дубинками гнать на завод или в поле с тяпками, картошку пусть идут, копают. Демонстранты. Нельзя матом ругаться, я бы сказал бы. До пенсионной реформы этот аргумент был убедитель. Не вышли сорокалетние, никак она не отразилась. То есть, в этой протестной массе, которую... Ну, вы же смотрели видеозаписи, вы много там видели пятидесятилетних, сорокалетних? Нет, их там почти не было. Слушайте, у пятидесятилетних, слушайте. У пятидесятилетних там взрослые дети и уже внуки, конечно. Они на несанкционированную акцию не пойдут пока. Другое дело, что может возникнуть ситуация, при которой они пойдут. Они пойдут только если их детей начнут калечить, тогда они пойдут. Но фактор тотальной обиды, кстати, это вполне вероятно. Есть, это единственный материал. Но фактор тотальной обиды из-за пенсионной реформы, он пронизывает все общество. Люди обижаются. Ну, я не знаю, на что обижаться-то. Вот как бы это вот мой любимый месяц. За что вам платили деньги? Какие пенсии? Просрали страну, я вообще пенсии бы всех лишил. Тема Франции удивительным образом вошла в эти рассуждения наших провинциальных жителей. Помните эту фразу? Вы что, хотите как во Франции? А Мистин думал, а почему так спокойно прошла пенсионная реформа? И почему люди съели ее? И еще могут съесть многое. А у власти есть, кстати, ложный посыл. Они могут еще проводить такие жестокие реформы с народом, которые реагируют примерно так. Нет, нет. Совершенно верно. И это большое заблуждение. И это они боялись там 20 лет начать. Реакция на некоторые события, они замедленная. То есть, на то, чтобы это превратилось в политические действия, должно пройти время. Сначала меняется всегда общественное сознание. И оно в 2018 году стало очень быстро, причем качественно меняться. Причем первая сильная реакция была не на пенсионную реформу, а на то, что сохранилось прежнее правительство. И это вызвало колоссальное недовольство. Это да. Колоссальное недовольство. Сопоставимое, по сравнению с недовольством, в отношении пенсионной реформы. Я думаю, даже выше, честно говоря, ну вот смотрите, как бы народ не идиот. Я в этом свято уверен. Люди, вот этот консолидированный глубинный народ, он не читает там телеграм-каналов дебильных, он не смотрит уже телевизор совсем. Он смотрит на полки, он смотрит свой кошелек, поставляет. Очень простая логика. Доходы не растут или падают, цены растут минимум на 10% в год. Вот по основной корзине. Я это точно знаю. Я ритейлом занимался, я понимаю, о чем говорю. То есть после этого правительство, которое 5 лет до этого доводит, остается вообще без изменений. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну как происходит в жизни? Тебе дают проект. Ты его заваливаешь. Тебя вызывает акционер и говорят, спасибо, брат, свободен. До свидания. Так происходит на госпредприятиях, на частных предприятиях. Так происходит вообще везде. То есть мы за 30 лет к этому привыкли. При этом правительство Медведева обеспечивает экономический рост аж в 1,3%, причем который нарисованный, потому что все остальные цифры в сопоставлении говорят, что экономика падает. Объемы там груз-перевозок падают, капложений. И при этом нет, у нас остается тот же премьер. То есть он что-то продолжает вещать каждый день. Вы что, издеваетесь над нами, что ли? А теперь мы выходим на еще один вопрос, на что рассчитывает на самом деле власть. Мы тут уже говорим, что, возможно, рванет. Есть такая угроза. Да нет такой угрозы. Но ведь власть, в принципе, может это обезвредить. У нее очень много времени. На что она рассчитывает? Власть отказалась от идеи какого-то компромисса с обществом, того компромисса, который мы наблюдали с вами в нулевые годы. Она рассчитывает, первое, на полицейские дубинки. План по предотвращению массовых беспорядков подготовлен. Он был подготовлен в сентябре. И это довольно жесткий план. Это первое. И второе, типичный русский расчет на то, что само рассосется. Раньше же рассасывалось и обходилось. А вось рассосется само. Вот тот же самый вопрос я задал Глебу Павловскому. Я скажу так. Он был в свое время архитектором этой системы, которая решала эти проблемы более тонкими хирургическими инструментами. И он ответил на этот вопрос так. Мы слишком далеко зашли за последние, скажем, 15-20 лет в театре всякого рода имитации. И возникла даже такая догма. Ее не было, между прочим, когда мы это начинали. Здесь я не могу сказать, что я стою в стороне весь в белом. Мы начинали, действительно, мы использовали инструмент имитации. Но использовали ее не для того, чтобы превратить просто жизнь в театр. Причем в скучный театр. Что происходит? Люди привыкают к этому. И общество превращается в аудиторию, так сказать, в почтеннейшую публику, которая все время хочет новых зрелищ. Чувство реальности теряет все. И власти, и общество. Ну, посмотрите наше телевидение. Там просто нет внутренней жизни. Вы думаете, это безопасно? Иногда это носит терапевтический характер. Там 20 лет назад мы думали о краткосрочной терапии, но мы не собирались навечно людей отключить от реальности. Так сказать, нельзя жить в реанимационной палате всю жизнь. Вот они и живут в такой искусственной театральной коме. Они больше знают об Украине, чем о России. Это неправильно? Это стратегически опасно. Когда мы больше обсуждаем какие-то бессмысленные сносы памятников каких-то бессмысленных правительствами в Центральной Европе, мы что, мы укрепляем свое стратегическое мышление? Нет, мы его ослабляем. Мы демобилизуемся. То есть, власть сама себе, по большому счету, копает ямы. Хотя она считает, что она таким образом контролирует население. Глеб Олегович много смотрит телевизор, мне кажется. Люди, когда контролируют ситуацию, в общем, серьезных вызовов не было, за исключением, может быть, 2012 года, они расслабляются. Это первое. Второе. Вообще-то, есть такой эффект самообмана, когда вы начинаете сами верить в то, что пропаганда, которую вы сами запустили, она есть реальность. И третье. Вы знаете, в принципе, пропаганда может быть бесконечно долго успешной, если за ней стоит экономический базис. В современных западных странах элементы пропаганды очень серьезные. Пиар, пропаганда. Но если это подтверждается экономическим и социальным ростом, как это, скажем, было в той же самой Российской Федерации в нулевые годы, люди могут понимать, что это пропаганда, но их статус-кво устраивает. Их такая лакировка устраивает. Если у вас статус-кво начинает разрушаться, вот как сказал Сергей, доходы там шестой год подряд не растут, снижаются, просто не растут. Пропаганда может компенсировать эффект на год, на два, но не бесконечно. Потому, что вы посмотрели телевизор, если вы его смотрите, потом залезли в свой карман, в свою продуктовую корзинку, и вы понимаете, батюшки мои, а дела-то все хуже и хуже. То есть, вот этот нарастающий разрыв, не разрыв, а уже пропасть, между пропагандой и реальным положением вещей, он вызывает очень сильное напряжение и раздражение. Что сказали, хотели сказать про Павловского? Павловский и Валерий анализируют, условно говоря, информвещание федеральных каналов. А зачем? То есть, эти ток-шоу, понятно, из какого центра делаются. Я понимаю, как они моделируют повестку. Там эти люди до сих пор свято верят, что этот формат пропаганды работает. Я знаю, что этот формат не работает. Формат нужно постоянно обновлять. Украину отработали, переключаемся на что-то другое. Окей, я думаю, что руководители федеральных каналов, ну, наверное, в ближайшее какое-то время поправят. То есть, методичку дадут новую, и они начнут обсуждать там что-нибудь другое. Но отличие, опять-таки, конца 80-х от конца, не знаю, каких, десятых годов этого века. А ЦК КПСС, на мой взгляд, с таким понятием, как социологические замеры и отчеты, вообще было незнакомо. А иначе как можно было принимать такие решения и до такого состояния доводить страну? Но сейчас-то они научились работать хоть немного с цифрой. То есть, они себя обезопасили? Нет, возможно, я надеюсь на это, возможно, я себя обманываю. Возможно. Предположим, я прав, что, по крайней мере, на самом верху в башнях есть какое-то количество относительно компетентных людей, которые каждый день или хотя бы раз в неделю считают настроение, реальные рейтинги, бла-бла-бла. Говорят так, ну, окей, здесь нормально, а здесь нужно поправить. И сюда сейчас мы денег качнем. Исходя из этой логики. То есть, вот мы в прошлом части там спросили, что у них есть в запасе. Да у них все правительство в запасе есть. Можно уволить всех. Можно там пачку виз-премьеров отправить куда-нибудь. И все бы бешено аплодировали бы. А в конце концов, Чубайс остается. Да мало людей там кого казнить-то можно. О, при слове Чубайс хочется на время прервать программу, чтобы осмыслить эту фамилию и поднакопить злость. Оставайтесь с нами, прервемся буквально через несколько минут встретимся. Будут ли политические потрясения и, страшно сказать, революции в 2020-м и ближайшие годы? Тема нашей передачи. Хорошо ли это или плохо? Еще вот тема нашего разговора. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Соловей, доктор исторических наук и политолог. И Сергей Мордан, публицист, ведущий радио Комсомольской правды. У меня такой вопрос. На самом деле, мне кажется, вот эта дилемма обычного человека, который все это слушает, он думает, ну, с одной стороны, я устал, конечно, от этой жизни, от этой неустроенной жизни, от этой вечной бедности, от этой бедной стабильности. Но, с другой стороны, пусть и бедная стабильность наверняка, видимо, лучше, чем какая-то надежда на хорошую жизнь, к которой ты должен идти через потрясение. Вот из этих двух вещей что выберет все-таки русский человек в следующем году, как вы думаете? Ну, дилемма-то, конечно, вполне понятная, но дело в том, что если бы это была бедная стабильность, если это падение из бедности в нищету, то это уже нельзя назвать стабильностью. И рано или поздно вас жизнь припирает к стенке. Найти вторую-третью работу вы не в состоянии, ваши доходы уменьшаются, вам надо как-то физически уже выжить. Это первое. Второе. Надо отдавать себе отчет в том, что любые перемены, масштабные перемены, это всегда удел небольшой группы. Вот они выступают драйвером, моторчиком, они заводят и ведут за собой. Никогда, никогда нигде за переменой не выступает большинство. Точнее, не участвует вот так. Оно может выступать, но не участвует. И с моей точки зрения, политические потрясения практически уже неизбежны. Другое дело, в какую форму они выльются? Приведут ли они к какой-то кардинальной трансформации эволюционного типа или фактически к революционному развитию событий? Этого никто не знает. Предсказать невозможно. Но кризис начнется, и первотолчок ему дадут действия власти. Не удержусь. Действия власти. Спрошу ваш прогноз. Все-таки есть несколько вариантов. Это дворцовый переворот, это бархат и революция на площади, вроде как европейский вариант. Есть еще несколько вариантов. Какой вам ближе? Хорошо, да. Значит, это будут комбинации следующих вариантов. Это будут массовые беспорядки, да, с Масно, там имеется в виду на улице крупных городов. Но в конечном счете произойдет то вследствие массовых беспорядков, что у нас называют расколом элит и раскол элит, который приведет к их заговору. Вот так это будет сочетаться. Сергей Мардан. Ну, как бы кризис по факту определенный будет вот в момент ухода Путина с поста президента, поскольку существующая система – это Путин на самом деле. То есть, всех занимает вопрос, и меня занимает вопрос, что приходит ему на смену, кто приходит ему на смену. Но не физически, а какая модель приходит на смену. То есть, считайте, что это там революция. Я считаю, что эта революция будет тихой, и за этим последует масштабная перестройка всей политико-экономической системы. И те, кто сегодня на самой вершине, постараются, конечно, ее удержать всеми возможными методами. Люди, которые захотят занять их место, постараются их оттуда сбросить. То есть, окей, хорошо, если схема требует от меня, чтобы я сказал, что это дворцовый переворот, но это будет своего рода как бы тихая революция в башнях. Но не более того. Революция наверху. Ну, революция наверху. Для России это будет в плюс? Это будет для обычного человека? Что это будет? Государство, как любой биологический организм, нуждается в обновлении. То есть, вот цикл некий там заканчивается, да, то есть, система должна обновиться. Там мертвые клетки должны быть отторнуты. Новые люди должны прийти во власть. Просто новые люди должны прийти во власть. Но я говорю, что там у президента в запасе всегда как бы есть правительство. Вот. И он это обновление может сделать по щелчку. Всем спасибо, все свободны. Набираю там новых опричников и рубим головы. Все как бы у него опять всенародная поддержка. А вот с новыми опричниками, вообще новыми кадрами у Владимира Владимировича всегда был. Он очень консервативен. Это большая проблема. Он очень консервативен. Это связано с его профессиональным происхождением. И доверяет он только своим. Но дело в том, что в обществе исчерпан запрос на генерала. Общество не хочет военных во главе больше. Оно хочет штатских. Ну, оно наелось генералами, честно говоря. Наелось силовиками. С этим я согласен, да. Все части общества уже наелись досыта. Слишком много скандалов с полковниками и генералами. А технократы, как Сергей говорил в первой части, они не соответствуют тому масштабу и сложности задач, которые пытаются на них возложить. А вы не увидели вот этот странный союз между либералами и коммунистами? Нет никаких либералов, нет никаких коммунистов. Где ты видел коммунистов? Что, Зюганов, что ли, коммунисты? Ну, люди с левым взглядом. Левые взгляды – это удальцов, это Лимонов. Вот это люди левых взглядов. А это сволочь. И в чём? Союз, что на митинги ходят уже не просто либеральные, не только либералы, но и сочувствующие условно Чигеваре. Это нормальный. С теми же майками Чигевар эти люди. Это не союз, это нормальный процесс, это объединение против. Консолидация против. Это просто против, да. При расходе в союз, политический альянс, это пока ещё не очень понятно. Нет никакого альянса. Послушайте, альянс может быть между политическими силами, у которых есть хоть какая-нибудь, хоть примитивная, но идеология. У зюгановских коммунистов идеологии нет, но её просто нет на самом деле. Её нет у, возможно, верхушки Компартии, но на региональном уровне некоторые организации очень даже себе левые, очень коммунистические. Охотно верю, более того, надеюсь на это. Я вообще считаю, что у коммунистов есть большой шанс стать реальной политической силой, потому что есть запрос на левую повестку. Запрос есть, совершенно очевидно. То есть, те, кого мы называем либералами... То есть, Навальный, что ли, либерал? Это человек вообще без идеологии. То есть, вот кроме побрякушек про то, что нужно... Ситуация кризиса это не так уж и плохо. Я не про это. Не-не-не, вопрос же простой. То есть, либералы, коммунисты нет либералов. Кто такие либералы? Я либерал, например. Я считаю, что нужно всё продать, кто выживет, выживет. Вот считайте, что я либерал. А возможно ли вообще демонтаж той вертикали власти... Потому что мы сейчас говорим о бархатном варианте, когда эта вертикаль просто меняет людей, кто и руководят. Мы это видели много раз. А сам демонтаж возможен? Да, почему нет? Если не будет давления снизу, нет. Система, она всегда себя сохраняет. Поэтому для того, чтобы она не сохранилась, должно быть очень сильное давление. Внутри системы есть мощная конкуренция, на самом деле. Как бы там группы воюют друг с другом. Эта конкуренция есть, но она не принципиальна. Подождите, как она не принципиальна? Она не по вопросу об основах системы. А система окуклилась. Она нуждается в кардинальном обновлении. Понимаете? Поэтому вопрос. Если придут новые люди на те же посты, система их поменяет под себя. И тот же Навальный превратится в условного Путина. Риск всегда есть. Риск такой всегда есть. Надо смотреть правде в глаза. Значит, я считаю, что... Особенно в России. Эту систему, да. Я правда так думаю, ее уравновешивает Путин. Вот эти вот центры влияния, группировки и так далее. Я почему говорю, что уход Путина означает кризис. Кто вместо него? То есть вот эта конфигурация, когда есть один национальный лидер, она вроде бы как исчезает. И начинается расколбас. Кто кого загасит. А закончится оно с тем, что как бы с этой доски они упадут. И эту систему возглавят новые люди, которые начнут ее корректировать. То есть она объективно не слишком эффективна. Экономический рост 1,3% это неэффективно. Вот главный вопрос. И давайте подводить итоги. В конце нашей передачи каждого по, может, 40-45 секунд. Попробуйте сформулировать, нужда ли все-таки Россия. Сейчас вы можете говорить про революцию, про другие слова. Подбирайте сами. Нужно ли России сейчас, в 21 веке, в 2020 году революцию? Ну, хорошая погода, конечно, лучше, плохой. И эволюция, реформа лучше революции. Но я боюсь, что мы запрограммированы на плохую погоду в ближайшие два года. Ну, поскольку я, в общем, сторонник сильной России, поэтому я за наиболее эффективное решение. То есть корректировка политической системы изнутри, там, дворцовые какие-то, там, революции, как угодно назови. Окей. Все остальное должно испепеляться просто. Вон, не знаю. Огнемет Буратино вам в помощь, как известно, если придется. Это был Сергей Мордан, публицист и наш ведущий Комсомольской правды, и Валерий Цоловей, доктор исторических наук, политолог. Спасибо вам, господи, что пришли. Слава России.